Проломила лобную кость, прошла по траектории и остановилась на границе лобной височной доли. Сияющее пятно на снимке – свинцовая пуля диаметром сантиметр. Доктора говорят, еще лет 10 назад за такую операцию не взялись бы. В больнице не было необходимого оборудования. Спасти пациента помогли современные технологии. Операцию по извлечению пули из головы минусинские доктора провели за один час. У нас уже через 4 часа больной пришел в сознание. Через день пациента перевели из реанимации в обычную палату. Иначе как счастливчиком его не назовешь. Пуля только чудом не задела жизненно важные артерии и сосуды. Есть некоторые болевые ощущения. Было намного больнее. Сейчас уже все подживает, восстанавливается. Докторам благодарны, что они такую сложную операцию провели? Конечно, очень благодарны. Врач Дмитрий Васютин рассказывает, за свою практику второй раз оперируют пациента с пулей в голове. Первый тоже выжил и остался полноценным человеком. Но в большинстве случаев пациенты с ранениями головы погибают на месте. Выживают 16% больных. В ранний послеоперационный период могут развиться осложнения, которые приводят также к летальному исходу. Но и в послеоперационный период большая часть больных из этих 16% остаются грубыми инвалидами. Пациент с ранением головы в Минусинской больнице идет на поправку. Он сейчас в стабильном состоянии. Доктора надеются, что выпишут его через неделю. Елена Васютина, Наталья Курцева. Новости 7-й телеканал.